Всем здравствуйте, меня зовут Михаил, это рубрика компании DGTRADE по разбору сделок на основе предварительного выложенного домашнего задания. В этой рубрике я разбираю сделки, которые делал я сам, либо которые я бы хотел вам показать на основе предварительного выложенного домашнего задания. Также вы можете присылать свои сделки в группе ВКонтакте, в Фейсбуке под постами с домашнего, либо с видео, либо в Ютубе под видео. Давайте начнем. Среда у нас поиспевая, как день был такой не очень. У нас тут внутри дня, поспая, было месиво по рынку. Это одновременно и хорошо, и плохо. Плохо в том, что каких-то очень много, ну, именно акций, которые сделали бы хорошее движение, будет не так много. Потому что, грубо говоря, рынок стоял на месте. Но зато, если вы увидите акцию с каким-то хорошим четким трендом, это будет говорить о том, что эта акция либо сильнее, либо слабее рынка, и вероятность свершить, точнее, вероятность того, что у нее будет какое-то хорошее движение, гораздо выше. Потому что при трендовом рынке это все найти гораздо сложнее. Но, тем не менее, таких акций бывает не много. Ну, это такое предостережение. Ищите таких, когда спай стоит, грубо говоря, на месте, ищите что-то более понятное с более понятным трендом. Потому что все остальное будет также стоять. Такого будет немного. Но если не увидите, лучше просто не торгуйте. Давайте начнем. Первая акция у нас SOMC. На самом деле, по дневке акция не лучшая. Но вот сейчас расскажу про определенные особенности. Самый интересный, ну, почему акция была именно отобрана, это из-за того, что у нее был премаркет. То есть у нее была определенная новость, из-за которого она сделала гапдаун. Тем не менее, после гапа она пошла в блонг. И хотя по дневке, лучше торговать именно в ситуации, которая скорее выходит из каких-то своих уровней. Например, здесь, да, как мы видим, у акции идет рейндж от цифры примерно 24 до цифры 26. И вот то, что у нас было на премаркете, акция открывалась в районе 24. То есть у нее могло быть хорошее шорт-движение. Потому что она выходила бы из рейнджа. Тем не менее, она в нем осталась. И я обычно акции, которые стоят в рейнджа, не осмотрю. То есть я смотрю бы, если она выходила из 26, или выходила из 24. Но у нее есть одна особенность, это новость. То есть у нее был очень сильный премаркет, да, с неплохими объемами. Это говорит о том, что в акции точно будет присутствовать какой-то интерес. Вот, и поэтому ее можно было бы торговать в рейнджа. То есть, тем более, что у нас здесь потенциал, так как она показала, что хочет идти в лонг, скажем так. Да, потенциал у нас был до 26. То есть, да, там в районе... Вот, я сейчас буду рассказывать, конечно, вот здесь была точка входа. То есть в районе планеты потенциала. Вот, и плюс из-за того, что она новостная, было понятно, что в ней движение какое-то, да, будет. Тем более, если в стоячем рынке она показывает определенный тренд, даже в рейнджа, возможно, было бы. Но если бы у нее не было никакой новости, никакого премаркета, то я бы ее не торговал. Потому что если акция стоит в рейндже, и она не показывает каких-то предпосылок к увеличению объема, или, например, к пробою уровня, в котором, опять же, будет происходить увеличение объема, то ее торговать не стоит. Вот, и вот здесь у нас было несколько точек входа. Вот, мы видим, акция у нас сначала пошла чуть вниз, потом вверх, потом начала отстаиваться. Показала, да, вот у нас уровень 24.80, и вот у нас есть несколько вот этих точек входа. Самая интересная точка входа, это именно либо вот здесь, либо в пробое. Хотя она по времени была коротенькая, и какого-то четкой консолидации не дала, большой. Тем не менее, вот эта коротенькая консолидация с маленьким откатом и продолжающимся поджатием, да, в районе high-off свечей, и после пробития цифры 25, то есть у нас 25, интересная цифра, небольшая консолидация в районе high-off свечей, и постоянное поджатие говорит о том, что уровень, скорее всего, будет пробиваться, и акция продолжит свое движение. И еще интересно на пробитии, вот здесь с постоянным движением, скажем так, но это было очень быстро, и поэтому, например, если вы просто побоялись зайти в этой консолидации, можно было заходить в пробой и ставить там стоп под лоу этой консолидации, либо под там лоу пробойной свечи. Вот, но здесь зайти было довольно-таки тяжело, скажем так, потому что 20 центов за, там, за 2 минуты, и вот если вот в этой маленькой свече еще можно было попробовать успеть зайти, но опять же вы должны были за этим всем наблюдать. Да, и, например, здесь побояться зайти, либо подождать чего-то более интересного, ну, то есть, хотели там консолидацию подольше, либо консолидацию над хайм, да, тогда вы могли попасть, но если именно вы увидели бы после, то они, скорее всего, не успели бы. Вот. Вот. Это как бы минус этого входа, что за акцией надо было предварительно наблюдать, либо там где-нибудь ее еще оставить, потому что точка входа была там в районе 5-6 минут, но это наиболее лучшее. И также есть еще точки входа, которые, это вот здесь, вот эта консолидация, то есть у нас в акции сначала было поджатие, как мы видим, вот здесь, да, раз, два, потом вот здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, и вот эти два укола также подтвердили циферку 24.80, ну, 24.75 этого района. Вот здесь опять было поджатие, здесь остановились, и мы выбились из нашего тренда в этой части. Поэтому именно здесь входить в лонг нет никакого смысла, даже, как вы видите, здесь поджатие клоудят, то есть даже определенная точка входа в шорт была. Но как-то, как мы видим, здесь у нас было два укола, раз, два, и здесь у нас, так скажем, далеко не стали уходить, все-таки мы делаем ум, что есть определенный уровень поддержки. Если бы акция его пробивала, то она бы даже, интересно, была в шорт. Но акция не пробивает, да, чуть-чуть увеличивается объем. Она выходит из этой консолидации и делает консолидацию чуть выше, чем эта консолидация. Это, в принципе, точка входа на лонг. Но у нее есть также определенные минусы. То есть, во-первых, от своего открытия акция не сильно далеко ушла. И плюс она даже не дошла выше точки, откуда началось, скажем так, это движение в шорт. То есть, все-таки у нас здесь не какая-то прям четкая консолидация, она идет с поджатием. И она просто выбила и начала отстаиваться. В принципе, после этого она могла пойти в шорт. Вот здесь, как мы видим, небольшое движение в шорт и в лонг. И, в принципе, здесь могло быть то же самое. Она могла пойти чуть вверх, поотстояться и пойти дальше вот так вниз. Она пошла в лонг. То есть, например, даже можно было вот здесь, наверное, даже входить получше, чем вот в эту консолидацию. Потому что акция стоит под цифрой 25. В принципе, входить в такой момент можно было. Ошибка бы эта совсем бы не была. Но лучше предостеречься и входить где-нибудь в районе выше цифры 25. Либо, например, вот в этом баре, когда мы начали, опять же, выходить из этой консолидации тоже. Вот, потому что она стояла под цифрой 25. Вышедшие из тренда, хоть и были там предпосылки, но этого могло не хватить. Вот, следующая акция это у нас Bibi. Вот, именно точка входа в этот день не была. Должна была бы появиться вечером, но не появилась. То есть, акция почему-то стала интересной. У нее, да, был тоже примаркет. После открытия примаркета она сразу пошла в шорт. Сделала движение в шорт, потом большой откат. Тут можно сказать, что можно было здесь заходить. В принципе, да, но откат был слишком большой. Почти все движение откатило. В принципе, если вы не вошли, это ошибка бы не была. Но, в принципе, если вошли, ошибка бы тоже не была. То есть, если вы разрешаете себе такой большой откат, то да. Желательно вообще откат, чтобы был хотя бы там не больше 30, но, в принципе, можно там до 50% отката, еще ничего. Но здесь откат был практически полностью все движение. Вот, при условии того, что у нее еще и гопап, вполне возможно, что она просто решила смести тренд. Но, кто-то мог зайти. В принципе, ошибкой сильно не было бы. Вот здесь движение, откат, консолидация, это тоже не движение. Тем более, что она чуть ниже спустилась. Ну да, можно было, но я бы такой откат, в принципе, не позволил, скорее всего. Вот. И у нас потом пошло в течение дня поджатие к лоу. Причем у нас лоу четко обособился, это там 12.20. Как я уже рассказывал, есть сделки, после которой, например, в последний час консолидация под лоу. В принципе, эта акция под нее подпадает. Сделка не прошла. Да, такое бывает, ничего страшного. Ну, по 12.20, ну или там, да, по 12.20 чуть отконсолидировались, пошли, там прошли 7 центов, откатились обратно. Сделка просто не прошла. Ну, такое бывает, ничего страшного. Тем не менее, она нам продолжает интересно, так как у нее было, да, четкий лоу. Она закрылась в районе этого лоу. Причем этот, как мы видим на дневке, да, у нас тоже акция начала из-за этого шортового дня выбиваться из лонговой тенденции. И, в принципе, акция начинает быть интересной на шорте. На следующий день она делает вот какую ситуацию. От этого уровня, то есть, лоу предыдущего дня, она откатывается чуть вверх и потом делает движение в шорт. То есть, как обычно, с утра всех убивает, такое часто бывает, да. Пробивает цифру 12, которая также ниже лоу премаркета. Тут еще небольшой, да, премаркет был. Ниже лоу премаркета, ниже лоу дня, ниже цифры 12 и делает вот такую вот консолидацию. Вот здесь эта точка входа на следующий день. Причем, да, в течение дня она потом откатывалась. То есть, здесь, в принципе, можно было заработать, но не сильно много. Вот, если не вышли, здесь, например, вот, либо в этой части, либо в этой, когда очень, либо, да, при первом откате, вот здесь можно было пробовать добавляться, либо перезаходить, либо вот здесь, когда уже подтвердили, что здесь четкая уровень, четкая уровень сопротивления. Да, можно было здесь еще пробовать на продолжение тоже заходить, либо добавляться. И, в принципе, было неплохое движение. Вот. Следующая акция IMG. Здесь было внутри дня, да, почему акция также была отобрана, у нее было очень сильное широт движение. Также акция закрылась в этом широте в районе цифры 11. Как мы видим, в районе цифры 11 это у нас уровень поддержки. Ну, он здесь чуть ниже, конечно, 75-80, но в основном все крутится вокруг круглых цифр. И, скажем так, уровень надневки это скорее зона, так что, в принципе, можно сказать, что уровень 11, вот, в районе этого уровня именно идет интерес. Вот. Акция сделала большое широт движение, закрылась уровень цифры 11, и вот нам интересно также, будет ли она падать на следующий день. На следующий день она открывается сначала сразу вверх, потом делает движение вниз, ниже лоу, и появляется примерно та же точка входа, как и в BB предыдущей акции, да. То есть сразу консолидация под лоу, небольшая. Вот. Есть небольшой минус здесь, да, что это прямо идет перед цифрой 11, вот, которая, да, у нас, как я сказал, уже является определенной такой зоной. Вот. Тем не менее, с утра можно было попробовать здесь заходить, да, либо, например, пробой цифры 11, тоже можно было заходить спокойно, то есть выход из этой консолидации и пробой с синей цифры, да, можно было заходить, тем более, когда она вот здесь, вот, как мы видим, сейчас подтвердилась, раз не смогла пробить, два не смогла пробить, можно было заходить, пробовать в пробой, и, как мы видим, да, при увеличении объема, что это можно было сделать. Хотя у акции, скорее всего, там был СССР, то есть, ну, пробой был бы, возможно, тяжеловато зайти. Вот. Ну вот, консолидация, пробой, первая точка входа. И вот еще наиболее интересная, да, тоже точка входа. Акция у нас пробивает цифру 11, делает откат и делает консолидацию, которая, во-первых, ниже цифры 11, во-вторых, уровень сопротивления совпадает с лоу предыдущего дня, то есть, акция, грубо говоря, консолидируется под лоу предыдущего дня, по цифре 11, после движения с объемом, вот, тем более, даже чуть ниже 11, там, в районе 80, то есть, еще что, и что еще лучше, то есть, под, то есть, в районе лоу вот таких уровней поддержки. В принципе, это вот точка входа. Тем более, как мы видим, да, у акции есть хороший, интересный тренд, что не совпадает с спилом, который стоит на месте. Вот, и здесь было хорошее движение, раз-два. Вот, вот это неплохие сделки. На этом все. На следующей неделе также будет разбор, так что всем до следующей недели, удачных торгов, будьте аккуратнее.